Добрый день, уважаемые зрители и слушатели! Сегодня мы в очередной раз встретились с Александром Фроловым, чтобы попробовать понять, что происходит на мировом рынке нефти. Баррель, который неожиданно ушел ниже 70, потом вернулся выше 70, как-то он так неустойчиво себя ведет. Как это отразится на внутристрановых рынках? Стран много, кто почувствует это влияние, кто не почувствует, для кого это хорошо, для кого это плохо. А кому все равно? Ну, для начала. А что, собственно говоря, такое произошло с нашим, понимаешь, баррелем, что он вдруг пошел вниз? Спрос растет. Спрос растет, но вопрос то, как мистера растет спрос. Если кто-то думает, что биржевые торги – это какая-то такая всеблагая вещь, в рамках которой происходит встреча спроса, предложения и в ходе этой встречи рождается цена, то это будет верно лишь отчасти, потому как на цену барреля оказывают влияние не только объективные, то есть фундаментальные факторы, ну то есть уровень спроса и предложения. Спрос упал, цены изменились, предложение упало, опять цены изменились. Вот, спрос превышает предложение, одна ценовая динамика, наоборот, другая. Они равны, и вот тут возникает вопрос, какая справедливая цена нефти, но мы сейчас вообще не будем этого вопроса касаться. В философию уходить не будем. Хотя коснемся. Вот справедливая цена. Нужно ли покрытие затраты на производство нефти? По очевидному. Дотовую спортивовку нужно. Ну, на переработку мы не касаемся, потому что говорим пока просто про нефть. А нужно ли потратить деньги на то, чтобы заместить извлеченный из земли баррель? Ну то есть, чтобы поставить на баланс новый баррель взамен уже извлеченным, то есть разрезать, уточнить запасы. Найти этот баррель нужно, и фактически в справедливой цене. Больше того, если вы начинаете разрабатывать новое месторождение с нуля, это достаточно серьезные инвестиции, их тоже надо как-то откуда-то покрывать. То есть, в цене каждого барреля не только расходы на этот баррель, но и на тот баррель, который должен прийти ему на смену. Который нужно найти, нужно придумать, как извлечь, нужно доставить. И вот, кстати, я думаю, в ходе этого разговора мы проиллюстрируем. Это уже накоплено по опытам, и то не на российском, а аж на самом рыночном, на американском рынке. Итак, что же еще влияет на цену нефти? На цену нефти влияет еще такая штука, как информационная повестка. То есть, спекулятивные факторы. Ведь, когда мы говорим про цену, мы говорим не про цену сейчас, мы говорим про фьючерс на месяц вперед. Ну, месяц вперед – это тоже информное понятие, потому что сейчас, когда вы говорили 72 доллара, меньше 70 долларов – это были фьючерсы в ноябрьстве. Так вот. А если это фьючерсы, вы должны определять не то, сколько сейчас нужно нефти, сколько нефти нужно будет потом. Я несколько утрирую, безусловно, но именно по тому, что вы, по сути, говорите о неком предыдущем спросе, ожидании. Вы смотрите на аналитику, новости оцениваете, которые могут повлиять на рынок, и, исходя из этого, как-то ваше поведение на рынке как участников торгов меняется. К примеру, вам… Ну, вот проект называется «Геоэнергетика». Нужно учитывать еще и геополитику, потому что можно рассчитывать, что, наверное, в ноябре «Хуситы» успокоятся и будут разрешать всем пользоваться «Советским каналом». А может, не будет. А может, еще что-то случится. То есть, вот эти тревожные ожидания, они тоже имеют место быть. Тут можно даже купить. С одной стороны, вы можете говорить про ситуацию в Красном море, ну, Красное море, «Советский канал», вы можете говорить про эту ситуацию достаточно спокойно. А можете каждый день рассказывать об этой ситуации, приглашать экспертов, которым можно задавать вопросы в стиле «Насколько сильно будет то негативное влияние, которое окажет воздействие вот этих факторов удара по танкерам в Красном море на мировой рынок нефти?» Будут ли они топить все танкеры? Или только половину? Если вам каждый день об этом рассказывать, вы начинаете воспринимать ситуацию в Красном море просто как важную, как один из определяющих факторов. И это будет воздействовать на цены, которые вы увидите на рынке. А потом вы можете сказать «Супер-дипломат» «Обо всем договорился?» «Нет, это вы не можете сказать. Это тогда надо будет отчитываться, о чем договорился. «Супер-дипломат едет, и по нашим данным там уже все вась-вась. Он сейчас со всеми все отфудит, и все. Вот эта страна с этой страной помирится, удары прекратятся, все будет хорошо». Если не считать ситуацией, которая может сложиться в Желтом море между Китаем и Филиппинами. Нет, это потом надо об этом говорить. А это попозже, нет? Да, да, да. Ну и так далее. То есть вот эта информационная повестка, она тоже оказывает довольно существенное воздействие. А это означает, что при наличии необходимых ресурсов, вы пусть не на очень долгий срок, но, скажем, в неких разумных рамках можете на цены влиять. Особенно если у вас ресурсов очень много, вы можете влиять, ну скажем, в течение года. И вот вы начинаете в ноябре 2023 года всем рассказывать о том, что вы знаете, будет избыток предложения. Почему будет избыток предложения? Так у Китая все очень плохо. У Китая все плохо, ужасно, и динамика роста спроса там будет гораздо ниже, чем в прошлом году. Вы не смотрите, что в прошлом году динамика роста спроса была не просто рекордная, это был максимальный прирост просто вот за всю историю. А если вы это не верите, мы обязательно расскажем, как в очередной раз будет крах в экономике России. Она вообще нефть не будет добывать. Если такое будет, нефть подорожает. Если говорить про экономику Китая, нефть подешевеет, поэтому про Россию опасно. А можно сказать, что можно сказать? Вы знаете, с Россией мы договорились. Россия согласилась на потолок цена. На потолок цена. Поставляет, 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 потому что куда она денется. То есть буквально в ноябре прошлого года началась так называемая война прогнозов. То есть с одной стороны у нас есть международное энергетическое агентство, как яркие представители этой одной стороны. И Китая с другой стороны. И Китая другая сторона. Прогнозы. Если, грубо говоря, ОПЕК – это производители, МЭО – это потребители. Часть потребителей, которые нам не товарищи. И в рамках этих прогнозов, эти прогнозы настолько сильно отличаются друг от друга, что ситуация начинает выглядеть просто неадекватно. Если ОПЕК говорит, ребята, будет прирост на 2 миллиона баррелей в сутки, плюс спрос. 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 А то МЭО говорит, ребята, меньше одного миллиона. И то, если повезет. Да. Если Китай не навернется раньше, чем мы ожидаем. А он же, смотрите, у него всего 4-4,5. В общем, не о чем говорить. Рост незначительный. Наш 1% гораздо сильнее. Их 4, а тем более 5. Вот. Тем более, что в Китае замедляется жилищная строительство, значит, ему нефть не надо. Я и такие прогнозы видел. Ну, да. Как, с чем связано, неизвестно. Все нормально. Я читал вот эти выкладки о том, что, ну, смотрите, строительная техника на полном серьезе. Уважаемые деловые издания писали. Кризис в строительстве – это что? Это меньшее использование строительной техники. Строительная техника потребляет моторное топливо. Если строительство замирает, техника никуда не едет, моторное топливо не потребляется – все. Что все? А склыка моторного топлива там потребляется? Не-не-не, мы об этом вообще не будем говорить. Так вот, в рамках этой войны прогнозов, рынок стал остро реагировать на любые изменения прогнозов. Особенно, если речь идет про прогнозы ОПЕП. Если ОПЕП долгое время настаивала, что прирост спроса будет 2,25 млн баррелей в сутки. В этом году? В 24-м году. В 24-м году. То в августе этот прогноз был понижен немного. И в сентябре, вот буквально 10-го числа, этот прогноз был бы еще раз понижен до чуть более 2 млн баррелей в сутки. Как отреагировал рынок? Который к тому моменту, извините за выражение, прогревали на протяжении активных, извините, прогревали на протяжении последнего месяца. На цене того, что в Китае все плохо, спрос растет не теми темпами, все ужасно, мрачно. Но, с другой стороны, объем предложения превышает текущий спрос. За счет кого? За счет стран, находящихся за периметром ОПЕК+. И тут выходит ОПЕК и говорит, вот вы знаете, наши ожидания снизились. Ну все, все как вы говорили, всего 2 млн баррелей в сутки прирост спроса, ни о чем, цены идут влазь. Справедливо это, несправедливо это вообще не имеет никакого значения. Значение имеет то, что долго такие цены держаться физически не могут. Не в том смысле, что, знаете, они уцепились, держатся. Нет, физически в том смысле, что если такие цены держатся, да. Держатся продолжительный период времени, когда проходит инвестиционный цикл, который, ну, в рамках которого производители нефти вкладывают средства в добычу и в разведку, то объемы вложений сокращаются в рамках этого цикла. И в попу у вас уже меньше нефти начинает добываться. Особенно на тех рынках, где добыча очень сложная. То есть, есть своя специфика у мирового рынка нефти, не только вот то, что мы описали, есть еще одна. То, что мы видим в котировке, мы видим котировки фьючерсов. Это бумага, которую покупают и продают. Если смотреть на общий объем торгов на мировых нефтяных биржах, то физическая нефть, вот эта черная жижа или она там коричневая, может быть, какая угодно, даже зелененькая, в лучшем случае, ну, процентов 8-9. Все остальное – это бумага. Там, где бумага, там есть, разумеется, и спекулятивное влияние. Какой будет ставка ФРС, мне для того, чтобы купить там какое-то количество фьючерсов, нужны будут деньги, я прокредитуюсь. Какой будет процент? Вдруг он будет выше, ниже. Это тоже все надо где-то учитывать. То есть, мировой рынок нефти – это рынок ожиданий, рынок прогнозов и рынок нервного состояния. Потому что мне сказали, что ФРС поднимет ставку, в Китае крах так, что я делаю, давайте я все куплю. Или все продам. Потому что я не выдержал. Я не выдержал, я лучше все продам, я уйду от все, вот уйду от вас, вы все злые. Ну и так далее. При этом периодически возникают, конечно, безумные ситуации, как, если вы помните, до 2020 года нефть вообще уходила в минус. Но не вообще вся нефть, а конкретный бенчмарк, который называется WTI, на флот, он ушел в минус, почти до минус 40 долларов дошел, почти. До минус 40 долларов дошел. И люди, которые вложились, оказались в очень интересном положении. В переводе на то, чтобы было понятно, вы забираете в нефтяной компании ее нефть, и она вам за это доплачивает с криками «Слава Богу, ты освободил мои резервуары, я хоть как-то жить могу, вот тебе, дорогой, побольше денег». Это мы еще погодный фактор не учитывали? Это вот тайфуны, которые добычу морскую и так далее, и так далее. Ну это, кстати, фактор, который прогнозирует. То есть в августе-сентябре ветерочек. В Мексиканском заливе? Да, такой легкий ветерочек, сметающий все на своем пути, ставит на паузу часть нефтедобычи и газодобычи в Соединенных Штатах Америки. И вы можете смотреть там по годам, когда ветерочек был чуть более сильный, чуть более слабый, вы можете видеть, как менялась эта добыча. Когда он еще и на сушу заходит, это вообще что-то. Там в неделю может минус полтора миллиона баррель добычи быть. Но это именно в неделю, и это прогнозируемо. Ну период такой. Вот не повезло людям жить вот в таком чудовищном климате. Ветра всякие бегают туда-сюда и так далее. Толик взял у нас на Урале. Морская добыча ни разу не падла. Ну, кстати, наш Урал в этом плане один из наиболее стабильных регионов планеты. Я думаю, на Тибете примерно такая же. Абсолютно. А Джамалунгма? Вот. Вот. Морская добыча на Джамалунгме ни разу не падла. Удобно. Так вот, возвращаясь, после минутка юмора окончила, возвращаемся на рынок нефти. И мы с вами видим, как на фоне вот этих прогнозов, на фоне ожиданий, мифть начинает дешеветь. И вот тут возникает вопрос. Кому будет? Особенно. Для Российской Федерации, ну, с точки зрения наполнения бюджета, понятно, что если у них дешевеет, плюсов никаких, бюджет будет получать меньше денег. И, на другой стороне, за первые 8 месяцев текущего года нефтегазовые доходы бюджета, не доходы вообще, а именно нефтегазовая часть, были на 56% выше, чем за аналогичный период 2023 года. Что говорит нам, да, и при том, эти поступления превышали ожиданий, что говорит нам о том, что у нас есть некая, знаете, подушка безопасности в какой-то временной период, когда мы можем мириться с более низкими ценами, чем мы ожидали. Это говорит о том, что введенный большой семеркой потолок цен действует без укорисления. Ну, по крайней мере, с 1 по 8 месяцев текущего года изумительно действовал доходы росли, потому что цена нефти росла, вот, такая вот взаимосвязь. А тут мы возвращаем, тут мы приходим к внутреннему рынку. У нас замечательные есть анекдоты про нефть, о том, что нефть дорожает про бензин. Про бензин. Про бензин. Всегда дорожает, если устремлено как бензин. Но в России, я сейчас страшную тайну выйду, готовьтесь, национальная валюта рубль, а не доллар. Поэтому, когда вы видите изменение цен в долларах, то посмотрите, пожалуйста, одновременно изменение нефтяных цен в рублях, потому что наш курс, он тоже величина, знаете, несколько такая пластичная. И от нефтяников никак не зависящая, кстати сказать. То есть, наши нефтяные компании при расчете своих прибылей, убылей, должны еще выстраивать прогнозы, как у нас там Центробанк сложит курс на ближайшие недели. Ну, это мы как комменс, какого-нибудь финансового аналитика позовем, чтобы он рассказал, как это все работает. А мы пока вернемся к нашему внутреннему рынку. У нас, что больше всего людей интересует? Вот, цена нефти снизилась. Почему не дешевеет бензин? Ну, почему он не дешевеет? Вот, нефть же подешевела, значит, бензин должен быть подешевее. Тут вот какой момент. Есть шутка о том, что на литр бензина уходит 4 литра нефти, но мы эту шутку отбросим как неконструктивную. Хотя, на самом деле, это не шутка, действительно. Чтобы получить литр бензина, вам примерно 4 литра нефти понадобится. Ну, там, правда, останется на сдачу еще немножечко других. Немножко других продуктов. Там будет еще авиакеросины, дизельное топливо, какой-нибудь там игольчатый кокс, какой-нибудь там, что мы еще скажем, битумы и прочее. Отбросили в сторону. Я же говорю, неконструктивная шутка. Это мы сейчас в нефтепереработку пойдем, а мы туда выходим пока. Так вот, у вас литр в литре бензина, цена нефти на самом деле, занимает исчезающую малную долю. Ну, сколько говоря, вот сейчас, примерно, примерно, еще раз подчеркиваю, примерно двумя жирными чертами, цена нефти в литре бензина будет составлять, ну, рублей 10, максимум 15. Если мы берем некие значения в течение 24-х полугода. А все остальное, это налоги. И, собственно говоря, там некая маржа заправки должна там присутствовать. Но маржа заправки, это тоже... Величина порой виртуальная. Не то, что виртуальная, она по модулю присутствует. Ну, и на самом деле, если пользоваться калькулятором, вот у нас условные 100 рублей цена бензина. В нем 20 рублей. Не дай бог. 60 рублей цена бензина не надо. Мне считать проще. Пусть будет 100. Из них 20 цена самой нефти. Заметьте, по-моему, Борис сейчас разжигает. Я для упрощения. Вот 20 процентов. Каковы колебания на мировом рынке? Вот эти гигантские падения, о которых мы так много рассказываем, это там полтора процента, два. Умножьте еще на 0,2. Вот как такое изменение может на что-то повлиять? Наши нефтяники даже пересчитать не успеют. Вот от 20 процентов тут еще надо на что-то разделить. Там получаются какие-то невидимые колебания. Проще вообще не замечать. Вот и все. Ну, как мы знаем, у нас же любят новости в стиле, в Китае понизили цены на бензин. И люди такие, нам бы так. В Индии понизили цены на бензин. Кстати, в Индии они там стабили. Они делаются. Дело в том, что вы можете выбрать систему ценообразования на этот самый бензин. Вот, например, в Соединенных Штатах Америки половина розничной цены бензина – это цена нефти сырой. Бензин в доллары в США, нефть в долларах США. Там в доллары, тут в доллары. Прямая взаимосвязь. Еще процентов 25 дают нефтепереработку. Налоговая составляющая, ну, где-то четверть в прозрачной цене. Где-то может быть больше, если это Калифорния какая-нибудь, где-то меньше. Ну, в среднем, вот такие значения, как учит нас в управлении энергетической информации при Минадерго Средиеменных Штатах. Можете сделать, как в Китае, где раз в две недели вы смотрите, изменилась ли цена, а изменились ли котировки моторного топлива. Если изменились, насколько? Выше порога или ниже порога? Если ниже порога, вы ничего не делаете. Если выше порога, меняете в зависимости от этих котировок. Если нефть подеширела, скорее всего, котировки нефтепродуктов пойдут вниз. И если они уходят за эти пороговые значения, вы пересматриваете цену в сторону понижения. Можете сделать так? Просто у вас бензин и дизельное топливо будут очень дорогими по российским меркам. Ну, я бы так сказал. Правительство Китая не ленится раз в 10 торговых дней посмотреть, что произошло со средней ценой на баррель. А нам это не требуется. У нас налоги выставлены и вообще все в порядке. Нам слишком сложно проводить какие бы то ни было подсчеты. Мы не умеем. А то, что мы дали распоряжение той же Санкт-Петербургской международной товарно-стревовой бирже отчеты давать, ну, пусть они лежат. Они же каши не просят, пусть лежат. Я тут пояснил. У нас, получается, в марте 2023 года придумали, как нам считать нашим индекс нашей нефти. То есть, сколько наша нефть стоит, условно говоря. Мы взяли показатели, которые есть у Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Она охватывает где-то 500 миллионов тонн сделок на 500 миллионов тонн нефти. Это почти вся нефть, которая у нас продается. Ну, и у нас внутри страны, и зарубеж. А кроме того, взять данные таможенников и взять данные Арбуса. Вот и как-то подружиться, и из них некий вот этот индекс взять. Куда этот индекс идет? Ну, возможно, я заблуждаюсь, но пока он идет никуда. Вот данные есть. Как они используются, по крайней мере, в налоговом законодательстве, они не используются никак. Они никак не используются, в том числе для ценообразования на внутреннем рынке. Это было предложение Министерства энергетики учитывать данные торгов на нашей Санкт-Петербургской бирже. Причем эти данные по распоряжению правительства биржа аккуратно собирает, по-моему, с 2008 года или с какого-то. Чуть ли не с 2006 года. Ну, полтора десятка лет точно. Для чего она это делает? Да, скорее всего, с 2008. Для чего биржа это делает? То есть, вот есть распоряжение правительства, мы ваше распоряжение выполнили, вот данные. Хорошо положи в тумбочку. Ну, я утрировал, но ближе туда. Министерство энергетики считало, что можно это все-таки как-то учитывать. Так же, как и данные таможни. Но это все было отброшено в сторону. У нас есть методика Решетникова. Для краткости нам говорят, что во всем виноват Аргус. Аргус – исполнитель. Он предложил методику подсчета заказчик Министерства экономического развития. Если заказчик считает, что исполнитель не справился с работой, он делает замечание, исправление. До той поры пока не согласится. После того, как согласился, товар сдан, товар принят. Это не методика Аргус. Это методика Министерства экономического развития. Поскольку тяжело выговаривать, я предлагаю просто методику Решетникова. Ну, у нас, в общем, если говорить про нефтепродукты на нашем рынке, а то люди говорят, да хватит уже, давайте про бензин. Если вы так подумали, напишите в комментариях. Так вот, у нас система ценообразования вообще очень интересная. С одной стороны, у нас есть биржа, вышепомянутая, на которой продаются весьма значительные объемы нефтепродуктов. Там по 40 тысяч тонн бензина в сутки, там 80 тысяч тонн дизельного топлива. Причем у нас и внебиржевая торговля ориентируется на те результаты, которые дают торги. И данные о внебиржевой торговле Санкт-Петербургская товарно-стрелевая биржа тоже собирают. Есть данные обо всех сделках на внутреннем рынке нефти. То есть у нас, по сути, оптовая цена привязана к биржевым котировкам. Справедливое целообразование, спрос и предложения встретились, познакомились, пожали друг другу руки. Цена родилась, красота. Человек, который сидел в сбачку, послушал, что они сказали, записал, отдал правительству. Красота. Так вот, оптовая цена у нас привязана к бирже. Ну, кажется, флот, все логично, все замечательно. Значит, оптовая цена, там плюс транспортные расходы, плюс какие-то налоги, плюс маржа АЗС. И вот, пожалуйста, на автозаправочной станции появляется розничная цена. Ну, казалось бы, российская нефть на российской бирже продается за российские рубли. И нефтепродукты российские, произведенные из российской нефти тоже за российские рубли. Ну, методика решительного, методика Суланова. Это мы про налоги нефтяные, а тут пояснить нужно, как, собственно говоря, откуда цена бензина, почему нефть с ней не встречается. А дальше у нас включаются такие факторы, как, собственно, налоги, которые вшиты в тело бензина и дизельного топлива, и ниже этой отметки идти невозможно, а налоги до 70% цены занимают. Как раз налог на добычу полезных ископаемых там присутствует, который, кстати, не связан с котировками на нашем внутреннем рынке, а связан с ценой российской нефти в порту Приморск и в порту Усть-Луга плюс транспортные расходы, условные транспортные расходы из Приморска до Ропердама, из Новороссийска, ой, не Усть-Луга, Новороссийска. Из Новороссийска до Си-Ци, до Ропердама, по порту Усть-Луга, Пусть-Луга, Пусть-Луга. При чем тут эти две сущности? Ни при чем. Мы туда нефть не отправляем после 5 декабря 2022 года. Ну, в налоговом законодательстве это есть. Так вот, наши биржевые котировки не влияют на вот эту налоговую составляющую, влияют курс национальной валюты и условная цена нашей нефти на несуществующих крылок. Кто смог сразу переводить эту информацию, молодцы, обязательно напишите. Мне кажется, если попросить только этих людей оставить комментарии, комментариев вообще не будет. Далее. То есть, еще раз, нашу налоговую службу, нашу налоговую систему не интересует себестоимость нашей нефти. Не важно, как ты ее добывал, на севере, где-то под Астрахани, или, не знаю, на земле Франции и Осипов. Вот совершенно не интересует, совершенно не важно, во что у тебя там вытекают расходы. Интересует нашу методику Решетникова только данное о том, сколько могла бы стоить нефть в Роттердаме и в августе при условии некой средней цены фрахта и при условии некой средней цены страховки. Некие, некие. Но, поскольку заказчик всем удовлетворен, мы вот так и живем. И курс рубля, курс рубля к доллару, это самое главное. Это еще раз, если не верите, налоговый кодекс Российской Федерации, открываем, читаем, там масса интересного, увлекательного и местаря просто читается как настоящий триллер или детектив. И, соответственно, вопросы к нашим нефтяным компаниям. Почему у вас такая цена? Стоимость нефти в марке VTI, которую мы там где-то привязаны тоже с каким-то дисконтом, от нефтяника в Самотлоре не зависит. Это величина, с которой он вообще не знаком. Он добывает нефть в Самотлоре. Там еще веселее. Там вот пришел тот WTI. Теперь этот WTI проник в нефтяной индекс, который называется North Sea Data, который объединял пять североморских сортов, включая Brent. А теперь туда еще добавилась немножечко североамериканская нефть. Ну, север, север. Как это? Североворская, североамериканская. То есть, мне интересует, какова реальная себестоимость нефти, как ты ее добывал, в каких условиях, какие у тебя расходы, насколько сложное месторождение, ничего не важно. И вторая составляющая – это количество рублей в долларе. От нефтяников тоже не зависит никак. То есть, у нас работа нефтяников реальная сама по себе. Система налогообложения сама по себе. Они друг друга, в общем-то, особо и не знают. Дела никакого нет. Ну, а что же у нас производится? Что же у нас? Бензин такой стабильно дорожает. Ну, во-первых, налоги-то повышаются. Налоги повышаются. Ну, не только поэтому бензин дорожает. Но он не дорожает так, как он должен был бы дорожать, если бы оптовые цены, например, в рознике транслировались. Потому что у нас есть договоренность между нефтяными компаниями и правительством о сдерживании различных цен на их сетях в рамках годовой инфляции. Для краткости называют протоколом Козака, потому что именно тогда это соглашение возникло, когда господин Козак был нашим вице-премьером, отвечающим за топливный энергетический комплекс. Начало лета 2018 года. Это его переговоры с нефтяными компаниями. Сложные, тяжелые, но вот результат. Все, кстати, желающие могут взять число 75 тысяч, разделить на 1300 и посмотреть на полученный результат. Что, кстати, это за результат? Это 75 тысяч, это верхний предел цены 95-го бензина, который мы видели на той самой Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в августе и начале сентября 2024 года. Третьего. Четвертого года. Четвертого года. Четвертого года. А уже славу. И сейчас тоже такое было. Да, в 23-м году тоже такое было, поэтому Борис, вот уточни, 24-го года. А если вы на 1300 делите, можно на 1200, как некоторые коллеги советуют, но я так и быть, я доблый на 1300 разделите. И вы получите цену в углях за литр. Оптовую. Да, без транспортных расходов. Без расходов на хранение, без расходов на доставку до АЗС, без всего того, что нужно платить за работу в АЗС, зарплаты и прочее, прочее, прочее. Вот без ничего, просто голая цена. Потом вспомните скопу АЗС в августе-сентябре и, прикиньте, можно было по такой оптовой цене продавать в плюс. Вот. Это к тому, что у нас оптовая цена и розничная вообще не знакомы. Они влияют только на маржу автозаправочных станций. На розничную цену оптовая цена не влияет. Ну, точнее, косвенно она может повлиять, когда какая-нибудь сеть психанет все-таки в ходе кризиса и выставляет ценник на 6-8 рублей выше, чем у соседей. Но это, знаете, все-таки бывает не так часто, сказал бы я. А с другой стороны, в прошлом сентябре такое было и в этом сентябре такое опять началось. Ну, давно не ездил Александр в Крым на родину. Там цены, про Крым сейчас не будем, в Крыму цены в среднем на 4-5 рублей выше, чем в Южном федеральном округе и ни одной автозаправочной станции крупных федеральных сетей. Наверное, это просто совпадение. Ну, там доставка морем, это дорого. Морем, железной дорогой, автоцистернами. Тоже Геребен. Просто все очень дорого. В наше неспокойное время все очень дорого. Все время неспокойное, поэтому все всегда очень дорого. Кстати, любое время, вы произносите в наше неспокойное время, и все так понимаем, да-да-да-да. Какой бы год вы ни взяли, какого бы века, всегда сработает. То есть, вот эти изменения цен на мировом рынке нефтяных на простых потребителях в Российской Федерации не скажутся никак. Они вообще никак не транслируются на наш внутренний рынок, по крайней мере на тревоге. Александр, я бы все-таки предложил вернуться к той стране, в которой изменения на мировом рынке. А вот, пожалуйста. А вот, пожалуйста. Действительно влияет, и я еще слышал, что в этой же стране скоро выберут нашего кандидата. Ген был либо. Потому что мнение разнятся. Некоторые говорят, нет, ну национальный-то лидер говорит, что НАТО за вот это он голосовал. Товарищ Харрис, а как же. А другие, нет, погодите, погодите, а как же Агент Дональдт? Как же Агент Дональдт на госуслугах? Мы уже видели, что надо голосовать за него. В общем, в Соединенные Штаты, возвращаясь в ту часть нашего видео, в котором мы говорили о том, что 50% цены влияют на... А в розничной цене 50% это цена нефти. То есть, простой потребитель в Штатах, он видит прямое влияние изменения вот этих котировок на своих автозаправках. А это изменение котировок влияет на настроение избирателя. И если вы думаете, что вот это просто... Просто вот в Алике это все богато. Все уплевать, сколько этот бензин стоит. Ну, 2 доллара он стоит, полтора, и на 60 центов за литр. Все уплевать. То по какой-то необъяснимой причине, во-первых, Минсин Соединенных Штатов Америки регулярно докладывает. Вот мы там предприняли массу шагов, чтобы изменить цены на нефть. Чтобы цены на нефть стали справедливыми, они это так считают. Чтобы простой американец увидел благотворное влияние наших усилий в виде снижения цен на бензин. Кандидаты в президенты выступают и обязательно заявляют. Я только, например, с последнего Трампа заявлял, что я сделаю так, чтобы тебе, простой американец, бензин обходился в два раза дешевле. Электроэнергия в два раза дешевле и так далее. Бензин это очень важный фактор внутриполитической, важный внутриполитический фактор Соединенных Штатов. Харрис ничего не говорил, она кивала, все понимала. Если к ноябрю цену удастся снизить до тех значений, когда... Удержать. Ну, теперь удержать хотя бы. Это принесет совершенно определенные симпатии электората по отношению к той партии, которую выдвинул товарищ Харрис на пост президента. Тут механизм-то простой. Вот представьте себе, что вы живете в стране, в которой при одном президенте, последнего этого правления, бензин дешевлеет раза в полтора, а то и в два, и стоит 60 центов. Как только вы выбираете другого президента, бензин начинает дорожать и стоит уже доллар. А вы потребляете на душу населения в четыре раза больше моторного топлива, чем в Российской Федерации. Подравится ли это вам? Даже при условии, что все вокруг считают вас очень богатым. Лично вы будете себя воспринимать, сравнивать не с отражающими, которые вас считают богатым, а с собой вчерашним, который меньше денег на моторное топливо тратил? И внимание, конечно, вопрос. Случайно ли совпадение увеличившимся, усилившимся разговором о проблемах у Китая и приближении президентских выборов в США? При условии, что пресса в Соединенных Штатах и Международное энергетическое агентство абсолютно независима. Я думаю, это случайное совпадение. Ну, если какой-нибудь Bloomberg, абсолютно независимое, разумеется, деловое издание, пишет что-нибудь про Китай, про ожидания от рынка нефти, про те или иные вопросы, которые могут сказаться на мировой рынке. Притом, Bloomberg – это СМИ первого порядка. Что это означает? Это означает, что другие СМИ берут то, что написал Bloomberg, его цитируют и разносят дальше. То есть, сейчас ты опять критикуешь наши федеральные СМИ? Ни в коем случае. Ни в коем случае, слава богу. Это мне показалось. Некоторые федеральные СМИ у нас плюются от Bloomberg, я это точно знаю. Но все равно переводят, печатают. Вот они не переводят. Они чак-чирик, они в домике. Так вот, возвращайся. То есть, когда какой-нибудь Bloomberg, который по удивительному стечению обстоятельств принадлежит некому Bloomberg, который выдвигал свою кандидатуру на пост президента США, если я правильно помню, в 2020 году, и потом слил свои голоса Байдова, ну просто совпало. Если он начинает топить в ту сторону издание, которое ему неким образом принадлежит, начинает топить в сторону, которая должна приводить к снижению цен, к созданию настроения, некого информационного поля, которое, опять же, можно выбрасывать в ту новость, и она будет отражаться. Опять же, новость не имеет... Зачастую новость не обязательно окрашивается в какой-то оттенок позитивный, негативный. Вам нужен контекст, в который эта новость попадает, а вот этот контекст ее окрашивает в позитивный или негативный некий орел вокруг нее создает. И для рынка нефти можно создать вот этот контекст или вот это вот поле, в которое будет бросаться новости, которые будут в итоге давить на цену. Цены по какой-то необъяснимой причине, несмотря на то, что ОПЕК настаивает, ребята, мол, у Китая спрос, да, динамика снизилась за лето, но текущая динамика превышает наши ожидания в январе. То есть в январе на 2024 год они ожидали там приростов 650 тысяч баррель в сутки за год от Китая. Сейчас они ожидают 670 тысяч баррель в сутки за год. Самое интересное, что ожидания ОПЕК от роста спроса в Соединенных Штатах сократились больше, чем их ожидания от роста спроса в Китае. Но про Штаты почему-то мировые СМИ вообще не говорят про это сокращение. А вот Китай, да, в Китае все плохо. Я думаю, что выводов можно сделать два. Вот эта волатильность на мировом рынке нефти будет идти до момента выборов в Соединенных Штатах, будут раскачивать самые разные стороны, будет пытаться привести всех в чувство аналитический отдел ОПЕК, будет показывать данные реального спроса, реального предложения. В ответ мы будем слышать все больше веселых историй о том, что бензин теперь вообще никому не нужен, потому что мы уже все давно на электромоторах ездим, на самокатах катаемся. В Китае там вообще проблемы с урожаем льна, поэтому, разумеется, ему столько нефти не надо, ну и так далее. После того, как выборы пройдут, все встанет на свои места. На нас с вами, на внутреннем российском рынке, это не отразится никак. У нас такой буфер налоговой нагрузки, что здесь вот эти колебания не скажутся никак. В других странах будет по-другому. Завершая, я замечу, что беда пришла откуда не ждать. В своем последнем прогнозе Управление энергетической информацией при МинНР Соединенных Штатов Америки написало следующее, что цены на нефть вернутся к отметкам выше 80 долларов. Потому что эти люди, они все-таки стараются соблюдать некие приличия, некую вот вменяемость, и они там понимают, что если цены на нефть держатся в районе 60 долларов за баррель, то это негативно сказывается на инвестиционной активности среди американских нефтяников. То есть сначала прирост добычи прекращается, а потом он превращается через годик, он превращается в падение, если все еще цены держатся на этом уровне. Тут можно сказать, ну как раньше, там при 60 долларах начинался рост, но это были другие 60 долларов. Это были 60 долларов образца 2016 года. А сколько в нынешних долларов 2016 года? Вот поузнать. Напишите, если вы воспользовались инфляционным калькулятором. Сколько получилось? Ну, я думаю, проблему в Соединенных Штатах легко будут решить, руководители других центральных банков, они знают как. И вот на этой оптимистической ноте, наверное, все-таки пригласим какого-нибудь финансового крупного аналитика, который нам все расскажет, о том, как работают центральные банки. Может быть, пригласим... Пригласить можем, все равно никак не отреагируют, и кто только не приглашал. Ну ладно, на этом на сегодня все. Всего хорошего. До свидания. Всем спасибо за внимание. Всем всего доброго.